На примере монады Identity мы с вами изучили механизм работы монад. Монада Identity не делала ничего интересного. Она фактически была в некотором смысле бессмысленной монадой, потому что никаких дополнительных эффектов к простой цепочке вычислений она не добавляла. Все остальные монады устроены более сложно. К вычислениям добавляются некоторые эффекты. Каждая монада порождает свой эффект. Одно из самых простых монад, у которых эффект есть, служит монада Maybe. Монада Maybe это монада, которая инкапсулирует в себе эффект вычисления, который может завершиться исключительной ситуацией, ошибкой. То есть вычисление, которое может прерваться. Либо вычисление идет хорошо, все происходит правильно, и тогда мы в рамках монадического вычисления просто не видим никакого дополнительного обработчика. Мы просто делаем вычисления так, как будто бы у нас наш контейнер ничем не отличается от Identity. А в случае, если у нас что-то пошло не так, мы можем использовать значение Nothing, которое прерывает вычисления, и все дальнейшие вычисления не происходят у нас. То есть как будто бы это механизм исключительных ситуаций. Возбуждается некоторое исключение на языке монады Maybe это Nothing, и дальше происходит раскрутка стека до того момента, где у нас это исключение может быть обработано. В нашем случае просто у нас есть некоторая цепочка вычислений в монаде Maybe. В рамках этой цепочки у нас Nothing завершает эту цепочку, а дальше мы можем обработать результат. Посмотреть, если у нас вернулся из монадического вычисления значения в контейнере Java, значит вычисления произошли хорошо. Если же вернулся Nothing, значит где-то в вычислениях произошла ошибка. Ну, после того, как мы описали семантику эффекта, давайте посмотрим, каким образом эту семантику мы можем реализовать. Перейдем к примеру. Поскольку тип данных Maybe в стандартной библиотеке уже объявлен монадой, а мы хотим написать реализацию вручную представителя монад для типа данных Maybe, мы просто не импортируем ни Maybe, ни его конструкторов, и заново объявляем этот самый тип данных в том же самом виде, в котором он есть, два конструктора Nothing и Just, и однопараметрический тип. Напомню, что монаду мы можем реализовывать только для однопараметрического типа, для Maybe. Теперь давайте посмотрим, как мы можем реализовать представителя класса типов монад для типа данных Maybe. Перед нами те функции, которые мы должны реализовать. Первые две функции представляют свое минимальное необходимое определение. Это return и оператор монадического связывания. Остальные функции, в принципе, можно не реализовывать, но мы их реализуем тоже по разным соображениям. Ну, давайте начнем с простого, с оператора return. Каким образом мы можем реализовать return, когда мы реализуем представителя монады Maybe? Написать return очень просто. Что значит упаковать некоторое значение произвольного типа в монадический контейнер? А именно такую работу выполняет return. Причем самым тривиальным образом. Естественно, единственное, что мы можем использовать, мы можем использовать Just. Мы могли бы, конечно, использовать Nothing, но это на самом деле не будет упаковкой значения. Nothing у нас моделирует ошибку, а Return вовсе не должен ошибаться. Наоборот, должно быть тривиальное действие по тривиальной упаковке. Поэтому мы можем использовать только контейнер Just, поэтому return записывается вот в таком виде. Более того, мы можем написать это даже несколько короче, убрав их здесь и здесь, и написав, что в нашем случае функция return это просто конструктор данных Just. Итак, с функцией return понятно. Теперь нам нужно реализовать оператор монадического связывания. Оператор bind. Оператор bind записывается в виде двух уравнений, поскольку у нас, как вы помните, тип оператора bind должен был быть, вот я его выше открываю, тип оператора bind вот такой. Вот некоторое значение в монаде, стрелка клеисли и значение в монаде на основании стрелки клеисли, возвращаемая стрелкой клеисли. То есть монада должна что делать? Она должна вынимать значение из контейнера и передавать его вот в эту самую стрелку клеисли. Ну вот, собственно, давайте посмотрим, как у нас происходит. Стрелку клеисли мы никак не можем обрабатывать, любая функция в хаскеле, она не может быть сопоставлена с образцом, она может быть только связана с переменной. Буквка k, кстати, во всех примерах здесь и далее, и раньше обозначает просто сокращение от слова клеисли. Это переменная, которая связывается со стрелкой клеисли. Ну, что касается нашего контейнера, то есть два возможных варианта для типа данных maybe, два возможных конструктора. Либо у нас тип данных maybe сконструирован с помощью конструктора just, тогда мы просто вынимаем то значение, которое лежит у нас внутри конструктора just и передаем ее в стрелку клеисли. А вот правая часть выглядит ровно таким же образом, как у нас определялся наш оператор связывания в монаде identity. Второй случай тоже должен следовать той семантике, которую мы обсуждали, и он таки следует этой семантике. Мы говорили, как работает nothing. Если у нас в монадическом вычислении откуда-то возник nothing, то наше вычисление должно прерваться. Ну и мы так и реализуем наш оператор связывания двух монадических вычислений. Мы говорим, с какой бы стрелкой клеисли не связывалось бы значение нашего контейнера ma, в котором лежит nothing, это уже неважно, возвращается nothing. Из-за ленивой природы Хаскеля дальнейшие вычисления не будут ни рассматриваться, ни выполняться, просто сразу же вернется nothing внешне вызывающей функции. Таким образом, с помощью этих двух уравнений мы как раз описали ту семантику, которую мы вкладывали в нашу монаду maybe, описывая ее на русском языке. Здесь же мы описали монаду maybe на Хаскеле. В принципе, этого достаточно для того, чтобы монады maybe работали. Однако давайте мы реализуем еще два оставшихся оператора. Оператор легковесного связывания говорит следующее. Если у нас есть, опять же здесь есть два уравнения, второй аргумент представляет собой для этого оператора... Второй аргумент для этого оператора представляет собой тоже монадическое значение, но мы его обозначаем буквкой M. То есть здесь тоже лежит либо just, либо nothing, но нас в этих уравнениях не интересует, как устроен правый оператор. Нас интересует, каким образом разбирается левый оператор. А левый оператор разбирается следующим образом. Если у нас контейнер just, то мы просто возвращаем правый оператор. Почему? Да потому что семантика этого оператора, семантика оператора легковесного монадического связывания, говорит о следующем. Выполни эффект, который имеет монада, которая стоит слева, однако значение проигнорируем. Вот мы игнорируем то значение, которое у нас лежит в этом контейнере, и значение этого оператора равняется значению своего правого оператора. Ну, собственно, по типам так и должно быть. Однако второе уравнение как раз обеспечивает нам выполнение некоторого монадического эффекта в этом случае. А именно, как этот монадический эффект устроен? Если у нас левый оператор этого оператора nothing, то мы вовсе не возвращаем значение правого оператора. Более того, мы вообще игнорируем значение правого оператора. Мы знаем, что если у нас в нашей цепочке монадических вычислений где-то возникла ошибка, то есть nothing, то вся цепочка должна иметь значение nothing, поэтому мы возвращаем значение nothing. Значение nothing, оно подходит и влево, и вправо. У нас здесь, посмотрите, тип здесь монада со значением типа A, а возвращаемый тип монада со значением типа B. Но тип nothing подходит для любой монады maybe, он универсален для всех возможных значений этой монады, для всех возможных типов данных, которые в этой монаде лежат. А что касается just, то это не так. Just содержит типизированное значение. А nothing, он подходит для любого представителя maybe. Итак, вот так вот реализуется оператор легковесного связывания. И, наконец, нам осталось поговорить про оператор fail. Оператор fail здесь перегружен. Он игнорирует передаваемую в качестве аргумента строку и всегда возвращает значение nothing. Ну, мы помним, что по умолчанию оператор fail вызывает просто стандартную функцию error, которая аварийно завершает программу. Естественно, что поскольку мы пишем некоторый обработчик ошибок, то аварийное завершение программы это не очень хорошая вещь. И мы должны просто обеспечить нам некоторую возможность по этой причине, по причине того, что у нас произошел в монадических вычислениях какой-то fail, вызвать ту ошибку, которая у нас как раз и представляет собой смысл этого оператора. То есть nothing у нас конструктор маркирует, что что-то пошло не так, и вполне естественно именно таким образом перегрузить оператор fail. Это, собственно, и сделано. Мы помним, что оператор fail вручную, точнее говоря, функция fail вручную, она не вызывается, она вызывается, то есть ее можно вызвать, конечно, но это довольно бессмысленное занятие, вызывается она в тех ситуациях, когда у нас неудачно происходит сопоставление с образцом при связывании в монадических вычислениях. Ну вот если мы там написали какой-то образец, и это сопоставление с ним произошло неудачно, то тогда любая монада прерывается, вычисление любого монадического вычисления прерывается. В нашем случае она прерывается просто стандартным для данной конкретной монады способом через nothing.